добрый день дорогие друзья ассалам алейкум всем вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию я хочу предложить рецепт ленивых вареников это наш семейный рецепт он проверен годами очень вкусный всем рекомендую его приготовить вот именно в такой вариации я думаю вам очень понравится порадуйте своих любимых и близких такой вкусняшкой и так давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне начинаем приготовление теста все готовится очень легко и просто даже ручки не запачкайте добавляем одну четвертую чайной ложечки соли ванильного сахара 4 грамма а также добавляем 2 яйца и белок и желток вместе и одну чайную ложечку кокосовой стружки а теперь добавляем 4 полной столовой ложечки просеянной манки заранее и все хорошенечко перемешиваем добавляем одну столовую ложечку сахарного песка и одну столовую ложечку пшеничной муки высшего сорта и сейчас все хорошенечко перемешиваем вот это тесто оно просто идеально для ленивых вареников я люблю когда превалирует в тесте больше творог и поэтому мы дадим сейчас тесту мы его хорошо помешаем накроем пленочкой дадим ему немножко постоять минут 10-15 чтобы манка у нас набухла и и так 15 минут прошли масса наша увеличилась конечно же манка уже набухла и это и отлично получатся вареники очень нежные и вкусные я с детства люблю эти вареники когда мама готовила да это утро было просто замечательным когда готовились вареники и так дорогие друзья сейчас сотейник отправляем крутой кипяток где-то полтора литра нам нужно чтобы вода закипела прежде чем мы будем начинать отваривать вареники я добавляю для баланса вкуса пол чайной ложечки соли если вы соль не хотите можно чуть меньше и где-то одну столовую ложечку или чайную ложечку растительного масла когда варим хинкал или пельмени на постном бульоне обязательно добавляем немножко растительного масла чтобы варилась лучше и не слипалась и сейчас вот так ложечку обязательно обмакиваю в растительном масле для того чтобы не прилипали и вот на перфорированной ложечке для теста отправляю воду кипящую и смотрю разваливается ли у меня вареник или нет и вот смотрю что наш вареник держит великолепно форму значит все остальные вареники можно отправлять спокойно сюда все отлично сейчас потихонечку начинаем обмакивать ложечку в растительном масле формируем вареники отправляем в кипящую воду как только мы вареники отправляем воду обязательно надо чтобы сильно вода не кипела то есть это будет способствовать тому что будет вареник разваливаться сначала на средний огонь как только вареники схватиться буквально где-то секунд 20 далее уже потом прибавляем газ и пусть кипит две-три минутки четыре минутки и готовы вареники а Музыка Итак, наши, посмотрите, вареники схватились. И я сейчас немножко вот задаю тон воде, движение в воде. И вот они пошли по кругу, посмотрите, аккуратно. Всё. И сейчас мы прибавляем газ. И буквально ещё 3-4 минутки, и вареники готовы. Итак, вареники сварились. Я их шумовкой откидываю на тарелочку. Даю немножко водичке стечь, чтобы воды в тарелке не было. И немножко сливочного масла отправляю к готовым вареникам, чтобы они не слипались и были вкусные. Сливочные. Очень вкусный аромат ванили и творога. Все вареники я разом не варю. Это первая партия. Очень важно, когда варишь небольшими порциями. Тогда они не будут слипаться. Добавила сливочное масло. Сейчас я их немножко встряхну, чтобы сливочное масло равномерно распределилось по вареникам. И сейчас будем далее отваривать вторую партию. Тоже по такому же принципу, как и первую. Сейчас в отдельную миску я добавляю 5 столовых ложек сахарной пудры. Мы будем готовить сметанный крем. Вареники у нас не сладкие. Мы всего добавили 1 столовую ложечку сахара. Также добавляю сюда 4 грамма ванильного сахара. Будут ароматные у нас такой крем. Будет ароматный. И 300 грамм сметаны 15%. Нужно все хорошенько взбить. До такого нежного состояния нежный крем получится. И вкусный. Итак, вареники готовы. Крем наш сметанный тоже готов. На самом деле мы не запачкали руки. Очень быстро и легко все приготовилось. Я думаю, такие вареники для любой хозяюшки. И которая любит готовить, и которая не очень хочет заморачиваться. На отдельную тарелочку выкладываю сметанный крем. Вы можете просто сметану. Мне нравится вот такая вариация. Потому что вареники не сладкие. А сметанный крем, он нежный, ароматный и вкусный. Вареники получились просто отменные. Я, конечно же, уже их попробовала. И вам всем рекомендую их приготовить. Для того, чтобы понять, как это вкусно. Абсолютно манка не чувствуется. И мне отрадно, что здесь очень много творога. Особенно для любителей творога. Итак, дорогие друзья. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Я вам буду очень признательна. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться. И нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Пишите в комментариях, как получается у вас. Итак, дорогие друзья. Я вам желаю всего самого наилучшего. Здоровья! И до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.